На прошлом уроке мы рассказали о двух случаях, когда Исма Маканин, Исма Заман, а также Мастер Неймиюн, то есть имя места действия или времени действия, а также от глагольное имя, имя действия образованное путем добавления буквы Мим в начале, все это проходит по модели Мафалин, то есть второй коренной буквы. Первый случай, это когда последняя буква глагола, то есть третья кореновая буква является слабой буквой. В этом случае мы уже не смотрим на модель глагола Аль-Мударя. Здесь нет разницы, будет ли этот глагол по модели Яфалю, или Яфалю, или Яфалю. Если слабая буква на конце этого трех буквного глагола, то все уже однозначно Исма Маканин, Исма Заман будет по модели маф'ален. Например, аль-мас'а от глагола яс'а, аль-мад'а от яд'у, аль-маш'фа от яшфи, аль-марма от ярми. Мы видим, что аль-марма по модели маф'ален, несмотря на то, что его глагол аль-мудар по модели яф'алю, ярмию. Основной был ярмию, ярми. Второй случай, когда ис-мумакан, ис-мазаман, а также мастер мими приходит по модели маф'ален, это когда глагол аль-мудар, первая или последняя буква, которая не является слабой буквой, когда такой глагол приходит по модели яф'алю с дамой айна или яф'алю с фатхой айна. Например, матбахун атьятбуху, маркабун атьяркабу, маджмаун атьяжмау, макамун маквуму в основе, атьякуму, якувуму в основе. Поговорим о второй модели, по которой проходит ис-мазаманен, ис-макан. Это модель маф'ален, с кэсрой айна, то есть второй коренной буквы. ис-мазаманен, ис-макан приходит по модели маф'ален в двух случаях. Первый – это если он образован от правильно подобного глагола, то есть от глагола, у которого первая коренная буква является слабой буквой, независимо от того, приходит ли этот глагол по модели яф'алю или яф'алю или яф'алю. То есть здесь учитывается не огласовка второй коренной буквы, а наличие слабой буквы в начале глагола, то есть то, что его первая коренная буква является слабой буквой. Например, здесь следует отметить, что иногда в одном и том же глаголе могут быть обе причины. То есть, уолам и фа являются слабыми буквами. Как мы знаем, слабая буква на конце является причиной в фатхе второй коренной буквы, что приводит к модели маф'алю, в то время как слабая буква в начале глагола является причиной кэсры второй коренной буквы, то есть приводит к модели маф'алю. Так как же быть здесь, если первая и последняя буквы обе являются слабыми. Например, глаголы ва-ка, ва-фа, ва-ли-я, ва-джи-я и так далее. В этом случае предпочтение отдается третьей конечной коренной буквы, а значит у нас получается модель маф'алю, несмотря на то, что первая буква тоже является слабой буквой. Например, Второй случай, когда ис-мазыман и ис-макам приходят по модели маф'алю, это если глагол аль-мудары, у которого последняя буква не является слабой буквой, приходит по модели яф'алю. Например, Следует отметить, что здесь из трех форм, ис-макан, ис-мазыман и мастер мими по модели маф'алю будет только ис-мазыман и ис-макан. А что касается мастер мими, имя действия образованы посредством добавления букв мим в начале, то оно будет по модели маф'алю. Значит, ис-макан и ис-мазыман с одной стороны и мастер мими с другой versuchen в модели образованы от глагола аль-мудары, по форме яф'алю. Значит, ис-макан, ис-макан по модели маф'алю, в то время как мастер мими по модели маф'алю. А что касается этих трёх форм, образованные от глагола аль-мудары по модели яф'алю или яф'алю, то все они приходят по модели маф'алю, как мы уже упоминали. Приведём некоторые примеры из Корана для модели маф'алю. «Уجعلنا بينهم мавбикам» «Мавбикам» «Мафعل» «Слабо и Буку вначале» «Вля يطауна» «Мавтин» «Мавтин» «Тоже самое» «Мафعل» «Слабо и Буку вначале» «Вонадо Нуху Нибнаху «Вакануфи Маазил» «Маазил Мафعل» «Та как от Язалу» «Валэйъъجудоанха Масрифа» «Масрифун» «Пафорим Мафعل» «Аллаху А'лам»